Ты, слышь, погляди, там рыжего нашего несут. Несут, по кочкам. Что ж они так медлят-то? Осенью ещё, когда рыли братскую, надо было его так даже и закопать вместе с авторами. Не в лес. Почему? Не знаю, не захотел. Ну, ничего, закопаем отдельно. Ради такого дела родной земли не жалко. Ты только не надорвись. Мы все так его любили. Ну, ещё бы. Такой ум. Да-да-да-да-да-да-да. За это больше всего и любили. Умный такой, молодой, энергичный. И ещё, ещё грамотный. Ужас. А что? Я говорю, на всю голову был грамотный. Как только и жил тут с такой-то головой. Небось, и языки знал. С него станете, е-моё. Одно слово. Рыжий. Не жилец он был. Среди нас-то не жилец. Глубокая. Сам не вылезет. Может, вторую выкопаем. Кому? Ему же. Зачем? На всякий случай. Здравая мысль. Копаем. У вас тут как? Готовы? Всегда готовы. Стой. Пришли. Постаричка. А этот-то где? Кто? Виновник мероприятия. Уже в пути. Не терпится посмотреть. У нас уже и венки вот готовы. От группы товарищей. Ну, венки не пропадут. Начнем. А как же ушедшие-то? Надо подождать. Ну, знаете, е-моё. Семер одного не ждут. Вот именно. Товарищи. Траурный митинг объявляю открытым. Сегодня мы провожаем в последний путь из органов власти Анатолия Борисовича. А точно в последний? За это я тебе ручаюсь. Долгожданная политическая смерть вырвала из наших рядов надежного работника, прекрасного организатора, убежденного, опять же, монетариста. Я не переживу этого. Нет, нет. Почему, ё-моё? Не переживу и всё. Не уговаривайте меня. Нет. Да никто вас и не уговаривает. Просто интересно. Он ушёл от нас. Он ушёл. Он ушёл. Совсем ушёл от нас. Ну, ушёл и ушёл. Дело же дейское. Наймит США. Разоритель державы. И этот ещё, как его, у меня... Крабитель народа. Убийца бабушек. Да. Такой репертуар пропадает. Вы... Вы в этом смысле? Ну, да. Кто теперь будет нашим рыжим? Ну, ладно, ладно. Найдём. Страна большая. Итак, я продолжаю. Товарищи, все мы, знавшие Анатолия Борисовича, гораздо больше лет, чем нам бы хотелось, будем помнить его образованность, его принципиальность. Это я вам скажу, фиг забудешь. Ну, чё, поехала? Подожди, я бумажку дочитаю. Да ладно, все свои. Ну, и... Да погодите, ну, иную, где сам-то? Закопать бы сначала бы. Не волнуйтесь, подвезут. Подвезут. Кстати, вот когда его в прошлый раз хоронили, он тоже заставлял себя ждать. У людей сит нервы, они же не каменные. Тихо, тихо, тихо. Да, нехорошо, уже и поминки, помню, справили. И девять дней, а он всё живой и живой. Ну, еле к сороковинам, слава тебе, Господи, закопали. Никакой дисциплины. Ну, за отставочки между первой и второй перерывчик, ё-моё, небольшой понеслась. Ты ребятам-то налей. Да ладно, ладно. Они же работали. Да ладно, ладно. Они старались. Они, можно сказать, землю рыли. Для хорошего человека это мы всегда. Ну, кто ещё хочет что-нибудь сказать об ушедшем? Я, я хочу особо сказать о его литературном даре. Вы понимаете? Ай, да чё тут понимать? Слава Богу, сами все писатели. Ушедший был, знаете, в некотором смысле выдающимся литератором. Ты книжку-то его читал? Я читал его дело. Ну и как? Вы знаете, не оторваться. Особенно раздел гонорары. Да какой там гонорар? Лох он был конкретный, прости, господи. Владимир Вольфович, ну ты давай это, об ушедших-то. Либо ничего, либо вообще. Хорошо, расскажу вообще о себе. Если б я был первым вице-премьером, 90 тысяч зелёных в день у меня бы на булавки уходило. Ну, чтоб не в последний. А помните Сосковца? О-о-о! Вот был человек. Год первым вице поработал. На всю оставшуюся жизнь материальный вопрос снял. Огурчик передай. Реальный политик, ё-моё. Здесь где-то по соседству лежит. Отдыхает. Конечно, чего не отдохнуть-то? Внукам до старости казённых груш хватит околачивать. Ну, будем. Ой, а рыжий лох. Ай, лох конкретный, светлая память его ваучеру. Ка бы не приватизация, он ведь мог бы жить. Зря он со мною поссорился. Нельзя было, что ли, договориться, я не знаю. Эх, только прощай. Предупреждал я тебя. Не ссорься со мною, не ссорься. Держись, держись, Михалыч. Да я-то держусь. Меня двумя руками не оторвёшь. Простите, а кто это там? Шо, не узнаёте? Это ближайший друг, ушедшего от нас. Приехал проститься. Удостовериться. Ай, 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 такое горе, такое горе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы так надеялись, так надеялись. И вот, наконец, мои соболезнования. И вас от всей души с тем же налеем. Благодарю вас, господа. Я хочу сказать. Знаете, судьба индейка, а жизнь копейка, особенно после динаминации. Чувства, которые мы все испытывали к Анатолию Борисовичу, объединили нас в этот долгожданный час. Давно хотел вам сказать. Мы, группа здравомыслящих банкиров, поставили на вас ещё вдовосим. Не надо на меня ничего ставить. Правильно. Мы на вас положили. И класть не надо на меня. Не надо со мной вообще ничего сейчас делать. Я хозяйственник, а не, извините, тумба. Тумба-ля-ля-ля, тумба-ля-ля, тумба-ля-ля-ля. Но вы же понимаете, система должна быть устойчивой. А рыжий лох, однозначно. Кстати, а где он? Кто? Ушедший от нас где? Что-то тело не видно. Уже закопали? Да мы ждём, не дождёмся утрамбовать. Как это, не дождёмся? Погодите, а где он? Да вроде говорят, вчера уже доходил без охраны. Говорили, вроде совсем плохой, шансы на нуле, ё-моё. Откуда информация? По телевизору один тип сказал. Он у вас что, с луны свалился, что ли? И в газете пропечатали. Серьёзная же газета, независимая. Слушайте, кто-нибудь заключение видел? Я в заключение не пойду. У меня иммунитет. Ну, чё, чё ты вылупился? На! Погоди, ты о каком заключении? Заключение о кадровой смерти Рыжего. Подпись нашего главного кто-нибудь видел? Привет, шахтёры! Шмутка. Алло, Анатолий, ты? Привет. Не поверишь, нашёл. Всех нашёл. Не поверишь, на кладбище. Да, они тут хоронят кого-то. Сейчас посмотрю. Слушай, Толя, тут такая забавная вещь. Не поверишь, они тебя хоронят. Не опять основа. Да уже практически проводили. Привет передавать? Хорошо. Ну что, ребятки, вам привет от Толика. Слушайте, господа, у вас когда ещё пикнички будут, вы хоть говорите, обидно же.